В этом видео мы рассмотрим правильную дефектовку износа направляющей втулки клапана. В ГБЦ зазор между втулкой и клапаном – это один из важнейших параметров, которые влияют на работу всего двигателя. Выполним эту операцию на примере ГБЦ Volkswagen 1.9. Разбираем ГБЦ и обязательно чистим, моем, чтобы во втулках не осталось какого-либо налета или масла. Наличие последних обязательно даст погрешность при замере. Оценить износ втулки можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Опытный мастер износ втулки может определить без применения специальных приспособлений. Правда, в иных случаях и у такого мастера возникают сомнения. Здесь мы акцентируем внимание, что перед таким замером нужно обязательно определить износ ножки самого клапана. Ведь если износ ножки превышает норматив, ну где-то 3 сотки, мы ошибочно решим, что втулка изношена. Хотя, как правило, это обоюдная проблема. При износе втулки клапан начинает болтаться во втулке из стороны в сторону, тем самым происходит износ ножки клапана и, соответственно, продолжает разбиваться сама втулка. При этом тарелка клапана будет прилегать к седлу под разными углами и в дальнейшем расклепает и саму седлу. В данном случае, даже не на ощупь, а визуально мы видим, что клапан уж очень свободно входит во всех втулках из стороны в сторону, указывая нам на чрезмерный износ. Для наглядности мы будем мерить, ну, к примеру, эту втулку. Обращаем ваше внимание на тот факт, что клапан нужно двигать в разных плоскостях. Ведь если во втулке изношенное отверстие не круглое, а овальное, то двигая в одном направлении втулка будет вроде как в требуемых пределах, то в другом направлении с износом. Еще один способ оценить износ втулки – это использовать так называемые пилоты. Данные пилоты используются для восстановления фаски седла клапана на станке или вручную при помощи шарошек, а также при тонкой притирке фаски седла алмазом. В таком наборе пилотов рабочий диаметр каждого следующего номера идет с увеличением на 1 или 2 сотки. Зная диаметр втулки, мы замеряем пилотом, начиная от более прослабленного более к полному размеру. Нанесем на рабочую часть стержня пилота линию, а затем повращаем пилот во втулке. Так мы сможем определить истинный размер. Микрометр показал износ 900. Однако я померил неверно, так как втулка изнашивается больше всего со стороны сухарей, и вернее всего было мерить с обратной стороны головки. И другой момент, если втулка опять-таки овальная, то при помощи кругового пилота мы этого не определим. А значит мы можем пропустить реально изношенную втулку. Самый точный замер, который используем мы, это замер втулки при помощи глубинометра. Фиксируем размер ножки клапана при помощи микрометра. В нашем случае проще, у нас есть новый клапан и по нему мы выставляем размер. Затем настраиваем глубинометр. Поставляем прибор на ноль. Теперь приступаем к замеру втулки. Напоминаем, что замер нужно производить в разных плоскостях и по всей длине. Визуально мы уже видели, что выбранная нами втулка сильно изношена. Пилот, как мы помним, показал нам износ 9 соток, явный перебор. А вот замер глубинометром выдал нам реальный износ 12 соток. Ну а в соседней втулке и вовсе все 16. По техническим данным, зазор во втулке не должен превышать на впуске 5 и на выпуске 6 соток. В нашем случае более 12 соток, что превышает норматив в два раза. И естественно, что данные втулки подлежат замене. Как заменить втулки, смотрите в ближайших наших видео. Когда оно выйдет на канале, мы добавим ссылку в описании под видео. А на этом все. Пишите комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок. И без аварийных вам поездок.